Сегодня состоялась 23-я сессия Народного хурала парламента республики. При рассмотрении вопроса об исполнении бюджета на 2020 год первый заместитель председателя правительства Калмыкии, министр финансов республики Ачир Шургачаев, подробно доложил о распределении средств в минувшем году. Согласно докладу министра, доход республики составляет 20 млрд 352 млн 625 тыс. рублей. Сумма расхода чуть больше 22 млрд 317 млн рублей. Несмотря на сложный период пандемии коронавирусной инфекции, правительство республики не ослабило бюджетирование социальных направлений. Таким образом, финансирование таких госпрограмм, как образование, здравоохранение, культура, физическая культура и социальная политика составило 15 млрд 147 млн рублей. 4 млрд рублей из республиканского бюджета 2020 года было направлено на реализацию национальных проектов. В сравнении с 2019 годом сумма бюджета увеличилась на 822 млн рублей. По нацпроектам у нас финансирование составило за прошлый год 4 млрд, если в 2019 рассматривать динамика плюс 29,3% или 905,5 млн рублей. Здесь хотел бы отметить, что расходы именно за счет собственных источников оригинального бюджета выросли почти в 4 раза, где на 822 млн рублей. Если же рассматривать структуру нацпроекта, то наибольший удельный вес занимает у нас 4 национальных проекта. Это безопасные качества, автомобильные дороги, демография, здравоохранение, образование. В целом на их реализацию в прошлом году было направлено более 3 млрд рублей, и это почти 83%. Депутаты в рамках сессии обсудили вопросы бюджета обязательного медицинского страхования, проекта закона республики в сфере противодействия коррупции, а также законов по сохранению культурного наследия и образования. Председатель народного хорала Анатолий Казачков выделил социальную политику как основное направление работы законодательного органа республики. Говорили о более эффективном использовании бюджета по тем или иным направлениям, в частности реализации национальных проектов, завершении строительства пусковых объектов, социальных объектов, более эффективного использования средств в образовании, более эффективного использования средств в здравоохранении. Есть моменты, по которым надо и контроль усиливать, и чтобы депутаты принимали самое непосредственное участие в подготовке программных дел по основным направлениям.